Привет! Это Reborn! Друзья, вы сделали невозможное и собрали 350 лайков под предыдущей реакцией на старый ролик в Анту. Поэтому я сегодня сажусь и снимаю новую реакцию на старый ролик. Ролик называется, короче говоря, Ивангай вернулся. И как-то он хреново вернулся, выпуская теперь ролики только про свои игры телефонные. Типа, окей, занимайся играми, делай на них рекламу. Ну, пожалуйста, снимай ещё что-нибудь интересное. Ну, хочется посмотреть какой-нибудь нормальный твой контент, а не вот это вот. Типа, я сделал игру, покупайте. Ну, такое себе, мне кажется. И, друзья, давайте наберём под этим роликом уже 400 лайков, потому что 350 для вас, я так понял, не проблема, вы собрали их за один день. Это слишком быстро. Давайте 400 лайков набираем, и будет ещё одна реакция на какой-нибудь старый видосик. Можете, кстати, предлагать их в комментариях, что-нибудь интересненькое для себя я выберу. Так что давайте смотреть. Ивангай прикольный чувак, правда, я его начал смотреть только вот с реакциями. До этого знал про него, но не смотрел. Погнали. Короче говоря, Ивангай вернулся. Так. Это было утро субботы. Я сонный открыл глаза. Повернул голову. За столом сидел Рома и что-то делал в моём ноутбуке. Я хотел спросить, что ты здесь делаешь? Но я спросил, как ты думаешь, у пчёл есть стопы? Какие стопы? У них, блин, какие-то тоники, какие-то ножки. Стопы туда не поместятся. Прикиньте, блин, пчела летает такая. И у неё на ноге огромная человеческая стопа. И она села тебе на голову, и получается, что она не села, опнула тебя. Фу. И что-то я не понял. 1 января Ивангай ещё не вернулся. Он, по-моему, вернулся только где-то в мае или... В мае, по-моему, да? О, они предсказали будущее. Рома, не поворачиваясь, попросил не отвлекать его. Я поднялся. Мне было лень смотреть, что там такое. Поэтому сперва я почистил зубы, почистил обувь, почистил историю браузера. Как вдруг услышал пронзительный виз. Меня начало сдувать. Я пошёл к источнику звука. Добрался до комнаты. Это орал Рома. Осталось как чем забить его пасть. Закрыл подушкой. Второй. Третий. Накинул одеяло. Рома сорвал постельное бельё. Я спросил, что произошло. Ивангай вернулся! Фигеть! И что? А кто это, да? Сейчас так скажет. А что это такое? Как это можно не знать, кто такой Ивангай? У него сейчас уже сколько? Миллионов 20 подписчиков? Уже скоро А4 догонит. И надеюсь перегонит, потому что А4 не достоин этого. Сейчас хейтеры набегут. Сто процентов. На самом деле на А4 мне абсолютно насрать. Усаживайся поудобнее, сосунок. И как-то стало... Ни хрена тебе не стало. В летописи Ютуба, которую написал сам Мэдисон, говорил... Они ещё и про Мэдисон знают. Вот, всё. За это я ставлю лайк, потому что Мэдисон это король Ютуба. Если вы не согласны, значит вы не олд. Са Аюнце Ивангай, познавшим успех, который перевернул всю платформу с ног на голову. По-моему он первый русскоязычный ютубер, который собрал 10 миллионов подписчиков. Если я не ошибаюсь, поправьте в комментах, если вдруг что. И стал он популярным во всех краях. А, интересно, Ивангай вообще что-нибудь написал здесь? Эээ! Не удостоил внимания. Ну во. Да, поговариваю, молва о нём шла даже в одноклассника. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Даже твоя мамка знала, кто такой Ивангай. Но слава вскружила голову мальцу, и канул он в лету на 470 дней и ночей. Ты чё, даже считал что ли? А почему так? Чё, почему так рано? Прикиньте Ивангай такой, я ухожу. 470 дней будет достаточно. Люд простой думу-дума, а скинул он вовсе, али просто забавляет. Блин, вот так классно это говорит. Во-первых, текст написан вообще офигенный, как будто реально какой-то мудрец рассказывает. А во-вторых, с таким голосом ещё, как будто мудрец. Ну а теперь он вернулся, и всё зашибись. Что это за полоски? Это было интересно, кому-то, наверное, но не мне. Я вырвал Рому из дома, зашёл в интернете. Все новости говорили о возвращении Ивангая. Также говорили на ютубе, в инстаграме. Говорил мой пёс, моя бабушка. Это уже слишком. Мне стало интересно, что снимает этот Ивангай. Захотел посмотреть какое-нибудь видео. Сейчас, наверное, залипки, это несколько часов. Ну типа, это Ивангая. Ивангая, но я, если честно, не видел его старых роликов практически. Потому что в то время мне это было абсолютно неинтересно. Да и сегодня я бы, наверное, вряд ли смотрел его контент. Хотя, ну вообще, чувак классный. Мне нравится. Он такой позитивный, открытый, это хорошо. Правда, делает рекламу своих, блин, этих приложений. Давай хороший контент, Ивангай. Смотрел один ролик, ничего не понял. Второй ролик, бред какой-то. Очнулся на двухсотом. Да этот парень просто гений. Я захотел стать таким же крутым, как он. Сделал чёлку из тех волос, которые смог найти на голове. Надел толстовку. Кстати, чёлка, чё-то какая-то прическа очень, очень странная. Сейчас гораздо лучше выглядит. Кепку. Выучил приветствие. Я был таким же крутым, как Ивангай. Почти. Дверь открылась. Это был Рома. Мы поздоровались. Он сказал, чтобы я называл... Нифига себе, это как он на телефон приклеил такой огромный объектив. А? Как это работает? Его Рома Гай. Я попросил меня называть Серёга Гай. А, всё, понял, почему теперь появилось очень много... Ха-ха-ха-ха. Ютуб-каналов, которые называются Рома Гай. И-и-и-и-и... Ну вы поняли, Серёга Гай. Потому что парочка таких каналов мне писали даже в комментариях. Ясно, откуда ноги растут. Показал Рома Гайу свой канал. На нём было уже шесть подписчиков. Мама, папа, сестра и трифейковых аккаунта, которые создал сам. У Рома Гая было семь подписчиков. Мне не понравилось это. Я должен стать популярнее. Позвонил своей тёте в Сыктывкар и попросил, чтобы её дети подписались на мой канал. Через 12 минут счётчик моих подписчиков достиг 20 человек. Я не подозревал, что моя тётя такая плодовитая. Тем временем на Ромином счётчике был 21 подписчиков. Как так-то? Почему он всегда на один больше? Да что ж такое? Я стал пиариться в комментариях. Предлагал взаимные подписки, взаимные комментарии и лайки. И всячески пытался накрутить... А-а-а! Вернулся он с этим, с какого? С песней от Авина? Тогда ладно. Но это не то совсем. Это типа другой совсем проект. Я думал, именно полноценные видосы. Вот с полноценными он вроде вернулся как раз-таки в марте. Чтобы подписчики прибавлялись быстрее, нужно создать шоу-контент. Я ронял на себя учить, этого недостаточно. Лежал под водой 24 часа. Этого мало. Пил 100 литров колы. Этого много. Но всё равно мало. Рома, этим временем... 40 просмотров и ни одного лайка. Чё-то как-то очень плохо. Нифига себе! Да как так быстро? Я набирал свою первую тысячу два с половиной года. Может, надо назвать себя... Reborn Guy? У меня аж голову затрёшься, потому что это какая-то тупая идея. Разозлился. Ведь он просто снимал, как сидит на диване. Попробовал снять то же самое. Отписались 4 человека и сказали, что это плагиат. Блин. Настязание длилось несколько дней. Ромин канал рос прямо на глаза. Нифига себе. Мой канал едва набирал по паре подписчиков в сутки. Но в один прекрасный день я решил пойти на крайние меры. Несколько дней снимал ролик, короче говоря, Ивангай вернулся. Монтировал ночами. Опубликовал. Он выстрелил и набрал миллион просмотров. Нифига себе, блин. Может, сделать тоже такую какую-нибудь, короче говоря. А кто вернулся? Кто, кто, кто уходил и кто вернулся? Хм, надо подумать, подумать. Пишите предложение в комментариях. За 5 часов. На Ромином канале вышло видео с таким же названием, но там он просто рассказывал что-то на камеру. Да еще ему оставил комментарий сам Ивангай. Очень круто, продолжай в том же духе, Ромагай, я твой фанат. Я в предпочтении змею. Комментарий. О, киньте мне, пожалуйста, ссылку на этот ролик. Реально ли он написал и вообще есть ли такой ролик? А то я просто очень доверчивый и верю всему. Ну, к себе в комментарии. Кабец, чувак, от Зашквар, не занимайся влогингом никогда. Бедный, бедный Серега. Короче говоря, Ивангай вернулся. Здорово. Если тебе понравилось это видео, то обязательно ставь нам лайк и подписывайся на это. Конечно, я уже лайк поставил, да и давно уже подписался. Канал, там все кнопочки внизу. А, этому видосу уже вообще два года? Ну, тогда он точно не вернулся, потому что он вернулся только в этом году. И такая вот серенькая, но она станет синей. Да уже все, 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 все уже сделано. Короче, друзья. Ну, ролик, как обычно, классный. Правда, я почему-то думал, что этот ролик вышел в этом году. А это, оказывается, они тизерили, точнее, не тизерили, а рассказывали про то, как Ивангай вернулся с лицом Альвена. А это такой себе. Ну, типа музыку он пишет прикольную, но это не Ивангай, это Альвен. Ну, если вам понравилась моя реакция, ставьте под ней лайки. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. А с вами, как всегда, был Ари Борн. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.